итак я опять в Хургаде до сих пор и мы пришли мы к такой красивый бар видите как красиво смотрится он с этого виду и сейчас здесь будем записывать видео такая здесь красота просто итак сегодня в гостях у нас Наташа Наташ приветик привет всем привет Наташа может расскажи вообще как жизни в Хургаде почему ты выбрала для зимовки эту страну что тебе здесь нравится мне нравится солнце 365 дней в году тепло мне нравится море мне нравится дружелюбие людей местных жителей они всегда улыбаются и можно сказать дешевизна дешевле чем в Европе доступно в месяц какие у меня траты допустим ну не секрет ну может долларов 300 350 я могу потратить всего лишь всего лишь хватает на все хватает ну что мне сходить хватает покушать в кафе на пляж ходить 350 долларов не хватает да это все вместе с жильем с аренда жилья ну нет тут у меня просто жилье немножко я сейчас арендую подешевле а если я бы платила по полной стоимости то аренда жилья она от 200 долларов 100 долларов можно 150 если комфортабельная конечно за 200 долларов можно снять хорошее жилье это будет так среда 100 150 так себе но хотя вот недавно мы ходили смотрели жилье она в пределах 100 долларов с двумя спальнями на хорошее тоже комфортабельная скромная такое более европе зерва на европейском стиле аккуратная то есть доступно 100 долларов можно снять данные цены такие хорошие все понятно сколько раз тебе уже предлагали замуж замуж я вообще не собираюсь ну понятно у меня это не написано что я хочу замуж поэтому мне не предлагали египетские мужчины нет не предлагали надо вспомнить может быть может быть что-то такое было но я не обратила на это внимание на это предложение а сколько раз обещали показать луну не обещали у меня наверное лица написано что очень такая строгая девушка поэтому не предлагали мне луну посмотреть да или звезду снять с неба у тебя здесь ноября да я сейчас ноября я уже прилетела второй раз первый раз я прилетела год назад я сначала прилетела в шарм-эль-шеих это когда события произошли то есть 26 февраля я прожила в шарм-эль-шеихе месяц там город опустошился туристов было очень мало самолета не летали мне предложила женщина прилететь в хургаду я в кургаде никогда не было первый раз ну решилась летать посмотреть ну чё возвращаться минск там еще холодно я сама из беларуси из минска вот ну и решила приехать фургаду не хургада очень понравилось дело в том что ощущение как будто бы ты в своей стране очень много русских русскоязычных вот я первое время жила на лекаусере это такой европейский райончик вот мне очень понравился я как-то влюбилась в этот город и я не захотела пока возвращаться домой но у нас проблемы были с билетами перелет с перелетами и мне пришлось остаться и я прожила год и только 4 апреля я улетела в минск год я прожила горошек нет в хургаде в хургаде да руганье как ли все по сравнению с беларуси менталитет различие большое жизни здесь ну нет небольшое ты имеешь ввиду с местными жизни там мужчины местных наших славянских ну если конечно есть различия в местных мужчины наших славянских все равно я как-то предпочитаю своих мужчин да а местных местные это отдельная тема вот здесь когда я ехала меня сразу предупреждали что здесь мужчины рассматривают только два варианта секс либо деньги женщина их интересует либо для секса либо для денег все если у нас мужчины они конечно выбирают себе женщину по душе то есть для жизни вот по каким-то может общем каким-то интересом каким-то влечением то здесь все как-то выгода только выгода я почему-то мы вижу только здесь одну выгоду но это такое мое мнение сложилось может они права я прошу прощения но так ну а получается там когда заехал хотя были какие-то такие предложения с кем-то жить может быть того да мужчины предлагали так как я привыкла всегда рассчитывать только на себя я самодостаточная женщина вот независимая женщина привыкла рассчитывать на себя вот и когда мне предлагали что давай жить вместе а я говорю а что входит вот в эти обязанности если мы будем жить вместе было очень смешно он не говорит мы будем жилье платить пополам что еще но я буду приносить продукты и все я думаю нет не пойдет я сама могу оплачивать полностью свое арендное жилье авто баксов да да ну пусть я раньше снимала там 160 долларов жилье было вот я достаточно могла себя обеспечить 160 долларов там еще на продукты оставалось вот так вот из бар сходить на караоке сходить но я не скажу что этом любительница по барам сходить я имею ввиду в кафе покушать вот то есть для меня для чего тогда мне нужен был мужчина что просто напополам били снимать арендовать жилье да нет конечно он же это рассматривал это ничего больше не предложил нет ничего не квартиру не машину все что я имею в своей стране он мне этого не предложил не кольцо не золото а ты искала а махар махар знаешь такой да здесь ну что-то слышала это как придано когда приданное девушки детят не просят махар попросила чем просить если он про аренду сказал напополам я уже сразу отворот после аренды да да по сути мужчина не нужен вот такие другие вот было много предложений мужчины предлагали давай жить вместе и интересно но уже дальше пошли выше мы будем платить тебе жилье аренду мы составим орчи вот ну будет там давать деньги на продукты уже получше уже полностью будет оплачивать я тоже отказала 3 допустим предложил я могу тебе дать машину да то есть ты права свои привези который есть нормальную вроде бы нормально вот то есть уже был уже уже чуть выше пошло уже да я тебе машину дам я тебе буду оплачивать аренду вот ты будешь моей женой это какой-то 1 или 2 3 это уже 3 а 3 же мы будешь это уже 3 вот я говорю выше планка уже пошла один предлагал наполовину жилье вторую же оплачивать жилье он будет полностью а третье уже плюс машин придачу машину да да какой же ты будешь нету второй третий или 1 вот тот что 3 предлагал это я уже вторая жена его а у него есть одна русская звучит это офигенно ребята ведь они как предложения второй женой быть предлагал уже машину даже ну и как-то тоже отказала не смогла удержаться нет а я отказал мне этого недостаточно 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 и второй женой я не хочу быть тоже у них нет это числа комментарии там или быть третьей женой или быть такой 25 по орфе это такой 25 по орфе это да я написала в комментариях я написала дело в том что орфи и они могут оформлять хоть каждый день а короче он может эти ворфа помнили значит если он хочет встретиться женщиной он не может ее привести для секса дом или пойти с ней в дом потому что приедет полиция и заберет в колобуш это в тюрьму это как за проституцию женщину и вот и мужчину да поэтому чтобы обезопасить себя надо составить такой контракт а это все мы только ютям и это с тобой захотим нет мы с тобой нет нам не надо только мусульманам надо мусульманским мужчинам вот и женщинам мусульманским если они между собой тоже вернее если они хотят друг с другом встретиться то они тоже должны между собой заключить орфи контракт да но я слышала такое что орфи контракт делается это так говорят на коленках то есть пришли домой рядом сели друг с дружком написали расписались и все это хватает дайте поэтому хватает достаточно а есть такое что регистрируют у адвоката и штамп и фотография и в книгу записывают это я слышала такое вот это как бы уже как бы официальная орфи вот а есть на коленках неофициальная и вот я слышала что таких орфи и у них может быть и 30 и 25 и 50 и 100 захотелось кинстрейс пошел все дачу там еще одну бесплатную на аренке и принципов он себя обезопасит нее спасибо спасибо какой у нас до чайок охлаждающий друзья версии ребята и с добрым вечером как это nice to meet you у нас кида интересно такие ну и как и все-таки кому-то повезло ты кого-то смогла счастливить нет нет здесь надо там а большая любовь не так и не получилось нет не влюбилась никто меня как-то сказать как говорят бывает охомутал наверно и никто меня не окрилил нет значит все-таки влюбиться в египетском мужчину так и не получилось мне нет 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 мне нет вообще вот здесь вот хотя бы нашим мужчин здесь много живут сейчас много когда я приехала было очень мало то есть в двадцать втором году мало было буквально вот идешь по элькаусеру то человека встретишь в магазине ну вот парней моего возраста и ну пожилых мужчин там можно было встретить два человека а уже после мобилизации где-то с декабря уже стал наплыв очень много стало приезжать до наших русских парней россиян очень много вот с турции они стали приезжать к нам сейчас гораздо больше стало русских мужчин здесь можно познакомиться со своими русскими мужчинами на молитву да а все здесь учиться с вашим мужчиной здесь можно спокойно жить никаких ничего не нам туда что ничего не надо документ подать ворфе всяких вот вы но я не честно сказать не интересовалась этим не задавалась этим вопросом потому что у меня как бы мысли не было по поводу создать отношения но сейчас я только начинаю задумываться об этом вот вроде бы нет не знаю даже не могу сказать это же моста вы когда шли ты такую тему тебя поняла там они какие-то проходят курсы как выраживать женщин нет я не знаю нет мне говорили это говорили что может есть такая школа луксории их обучают манерам поведения как обхаживать женщин как но этикет да 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 вот это я слышала я не могу это утверждать это опять же слухи тоже интересно посудил так получается а здесь отчет общался много наших женщин которые вот потеряли чтобы здесь недвижимость имущество вот так вот здесь много таких но слышала много было случаев женщины теряли голову от любви к молодым мачо частью она постарше вам от моложе да вот отписывали ему и покупали вернее ему и квартиры недвижимость и машины и бизнес слышала было много таких случаев вот женщины готовы для них и пожертвовать те молодые приставали ну тут же проходишь мимо ты же видел мы проходим по широту но там и кругом пристают на эль каусаре то я как-то более спокойней там не пристают звезла пожалуйста а здесь да вот интересно очень а как-то вот столько жила получился как познакомиться с египтянкой да 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 у меня есть египетская женщина из каира между собой мы ее ну я и называю сосона мне сказала звать сосота да да великолепная женщина добрая мы познакомились не вечером на море в кафе я пришла туда пить чай и она была со своей собачкой лавладором вот это единственное место куда можно было приходить вечером с собакой на берегу моря в кафе потому что собаками вход запрещен вот и собачка как-то ко мне подбежала начала ласкаться начала играться я начала тоже с ней заигрываться и мы познакомились и стали подругами да но как мы с ней общаемся на ломаном английском вот и через google переводчик вот хорошая очень женщина очень добра нас я еще раз повторяюсь она из каира здесь арендует жилье приехала вот на 2 года контракт у нее был заключен ну по аренде жилья вот я знакома с ее сыном сын приезжал дети не учится в каире в университете вот так что есть очень хорошие женщины то есть ничего плохого сказать не могу арабский арабский а я до пробовала даже как-то тетрадку завела но я и оставила в беларуси когда уехала в апреле в беларуси оставила и в беларуси а тогда что-то запоминала там какие-то слова пыталась вставлять и думали что я знаю арабский язык и они старались что-то такое что что на что можно компромат собрать не говорить в присутствии меня а так сказать что и что помню сейчас не буду говорить вот эти слова выучилась пару слов так каких-то знаю вообще смогла бы остаться здесь на всю жизнь на всю жизнь нет на всю жизнь нет во первых я очень люблю путешествовать я не могу находиться на одном месте не обязательно нужно менять свое место пребывание как я гру геолокацию вот зимой да на зимний период можно сюда приезжать ну а так нет 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 приездами наездами как тогда да все-таки беларуси лучше минск ну конечно беларусь особенно летом весна лето красота ну зимой кто-то любит зиму на лыжах покататься снег вот ну а я хотела наоборот тепло мне хотелось зимой жить в тепле я всегда искала страну для проживания в теплом месте я два раза посещала шри-ланку думала может остаться жить в шри-ланке зимний период там большая влажность там уже в 10 утра выходишь вся мокрая на улицу вот волосы все мокрые вот в индии тоже очень большая влажность тоже не смогла там прожить я покупала билеты себе на месяц на три в итоге я не выдерживала месяца и возвращалась домой через месяц в шри-ланке в индии да вот но как-то египет мне понравился я никогда не была в египте первый раз я посетила в семнадцатом году со своим братом шарм-эль-шейх потом девятнадцатом году мы с подругой приехали тоже в шарм-эль-шейх ради поездки в израиль потому что из минск у нас были дорогие туры а чтобы посетить израиль нам было выгоднее полететь шарм-эль-шейх а из шарм-эль-шейх за 100 долларов поехать в израиль а вот все и третий раз я вот попала вот в хургату и мне понравился климат мягкий очень понравился и здесь как-то я хочу сказать здесь молодеешь здесь здоровье укрепляется разговаривала со многими людьми пожилого возраста они действительно чувствуют себя лучше суставы укрепляются сердце тоже как бы перестает шалить давление перестает подниматься то есть все нормализуется здесь по здоровью так что для здоровья вот здесь как-то благоприятную для жизни место до по здоровью то все документов вам стоит приезжать жить в египет хотя бы на зиму ну если кто готов принимать египет таким какой есть а он бывает такой с колоритный такой грязный местами если вы закроете глаза на эту грязь то можно приехать здесь доброжелательные люди приветливые вот между прочим готовы помочь действительно они вот такие милосердные сострадательные ну немножко есть хитринка но не у каждого но это хороший очень доброжелательный народ а вот можно на зиму приезжать жить можно здесь дешевле жить чем я думаю и во вьетнаме на рей в таиланде я опять не беру европу мы в европе были знаем сравнение вот здесь дешевле жить здесь много живет иностранцев вот я знакома с людьми с лондона они каждую тоже зиму приезжают сюда они купили здесь квартиру это соседи моей египтянки подруги вот и они приезжают с октября по апрель по март они здесь живут очень много людей с польши здесь живет с германии именно приезжать на зимний период здесь дешевле жить фрукты круглый год овощи круглый год цены гораздо дешевле и фрукты просто вот свежесть самые свежие если к нам магазин зайдешь то знаете такое ощущение что они какие-то как как стеклянные какие-то холодные несъедобные а здесь пожалуйста прям слюнки текут клубничка зимой прелесть да скажу два-три минусов по которых ты здесь вот и вот очень не нравится они что мне не нравится даже видите не могу сказать что мне здесь не нравится привыкла я уже вот к этой грязи я привыкла ну допустим первое время когда я приехала я обращала внимание да на эту грязь на этот мусор что стоит египтянка на балконе своего дома и пакет с мусором прямо сбрасывает через балкон было даже такое а вот вот едут они в машине взяли открыли окно выбросили эту бумажку окурок либо идут по улице взяли все что у них вот ненужное взяли выбросили а вот так а очень часто замечаю мы европейские люди мы несем этот окурочек мы несем этот огрызочек несем эту бумажку ищем мусорку где это мусорка чтобы выбросить здесь очень мало мусорок очень мало здесь очень мало мусорок вот носим с собой пакетики и дома выбрасывает вот минус только грязь ну что сказать еще какой минус не знаю в основном плюсы 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 а какие плюсы для тебя здесь море солнце понятно да погоду понимаете тут какое-то спокойствие такое вот благодать какая-то тут энергия вот какое-то умиротворение здесь я научилась никуда не торопиться да я всегда торопилась я всегда скорость превышала мне всегда хватило штрафы до за превышение я все время у меня все было рассчитано поминутно здесь меня научили не торопиться здесь привыкаешь к тому что тебе назначают встречу даже деловая какая-то встреча даже по работе встреча на девять часов допустим утра человек 9 утра не придет это он придет либо в 10 либо в 11 либо он вообще не придет а вот здесь так даже так было зачем назначать на встречу вообще ну вот такие они могут через день позвонить сказать извини у меня там сын в больницу попал там сказать из головы да у меня там мама заболела да там или там кто угодно ну понятно такая здесь есть очень любят опаздывать они не пунктуальные но единственное здесь пунктуальные люди это те кто работают госслужбах в отелях у них да у них как бы поминутно все расписано они привыкли к порядку простые вот граммирные жители нет они опоздают да обязательно опоздают не придут сорвут встречу и многие даже женщины научились также от своих может местных мужчин вот обещают вот да я вам покажу завтра жилье арендное ли мы вам с вами решим вопрос по аренде завтра ждешь этого завтра тебе не позвонят не ответят на звонки не отпишутся и вот так можно ждать двое-трое суток они могут там написал и жди там да совсем хорошую функцию вот вот сапе галочки вот эти убирают люди и кому-то не видел она не видела так там был честно понятно видел ты не видел так такой вот этот непонятно что вас смотрел не смотрел привыкаешь еще к этому что человек может тебя подвести человек может опоздать человек может не прийти научились как-то я уже смирилась с этим и научилась никуда не торопиться как есть так есть как складывается так складывается ну как-то легко сейчас к этому отношусь подхожу к этому вообще от мысли была такая вот здесь жениться на египтяне выйти замуж мой нет нет не было нет нет понял понял а учет видел здесь такие подружки есть кто там женат на египтяна нет таких а подружки наши девушки у кого же египтяне ну так знакомы есть да я хочу сказать те кто женился 20 лет назад то действительно у них прочные браки прочный союз гармоничные отношения то есть мужчины раньше были по-другому воспитаны вот сейчас нынешняя молодежь я очень сомневаюсь что настолько будет прочный брак доверительные отношения потому что сейчас как-то молодежь избалована сейчас другие приоритеты другие ценности вот дай бог чтобы я ошибалась но почему-то мне кажется что сейчас не очень так прочный союз между славянской и мусульман славяночкой и мусульманским мужчинам мне кажется будет гулять да как-то сейчас знаете здесь 25 уже сделали да да ну такой здесь только сейчас много соблазнов столько красавиц приехала нас европеек всем они считают раз мы приехали у нас есть деньги приехать значит мы обеспечены женщины у нас не значит деньги платить за что-то да раз мы позволяем себе два раза в год три раза в год приезжать египет а здесь с афонсом встречался до были 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 представляете мы вообще такие опять же европейские люди русские люди белорусы я вот белорусском и очень такие знаете сострадательные тоже добрые наивные готовы всем помочь вот последний отдать поделиться и вот они шумеют так вот плохо ему нечего кушать там или денег нет аренду заплатить и так вот действительно говорит что веришь ему давит на жалость да давит на жалость и вот бывали случаи там ну отдал жить а так понятие такое у нас мы отдал живы не даем ада хочешь я тебе отдал живу займешь до взаймы у них нет займ и нет займ и у них это если ты даешь что ты это даришь и навсегда то обратно ты не получишь такого взаймы нет и что дай мне отдал же вот мне не хватает денег заплатить аренду нет если тебе дают то обратно не жди все это подарок у тебя просили такие да ну вовремя я похватилась муж включила да офигеть значит тут много таких которые хотят под сессии с тебя высасывать деньги да есть такие да очень интересно интересно давит на жалость что вот или бизнес закрывают вот там прогорел там кто-то обманул такие я ты здесь причем ну у тебя проблемы внутри сам решает мышь бывает готовы там найти это самое помочь посодействовать ну хотя вон банки у них есть можно пойти взять кредиты банк да и устанавливать свой бизнес так круто круто интересно такие братья здесь видела когда наш славянский парень с египтянкой были такие ручки на стадии нет я не видела с египтянкой здесь никто не видела непонятно мне нервис такого же там и наши девушки с ними ну еще я хочу сказать что вот много видела и иностранок они такой какой-то такой большой комплекции да я помню что в дополнить я понимаю что в своей стране на нее не посмотрят она комплексует и не скажут комплименты она приезжает сюда и под влиянием этих египетских мужчин от их внимания от их комплиментов она расцветает она влюбляется и она счастливая чем плохо но вот она почувствовала себя здесь счастливой я вот видела вот несколько раз много раз да вот идет такая вот вся пухленькая толстушечка ну и понимаю что вы она бы своей стране и и ну как бы сказать вот не гнобили а вот ну скажем так внимание меньше да но она идет счастливая рядом идет с египтянам молодым таким стройненьким и она прям светится у нее глаза светится она наполнена счастьем разве это плохо ну пусть она хоть испытает здесь моменты счастья пусть она почувствует здесь счастливой нужной любимой пусть от этого от того что мы наполненную счастьем любовью мы же сами молодеем мы же сами здоровее мы становимся счастливы и какая оплата будет потом за это все что-то пишет ударить что-то еще не знаю или просто секс кому как повезет кому как повезет да или кто как облашает ну ты пока получается тоже держишь у вас трог не расслабляешься до одним словом ну не точишь показать да а наши мужчины телу могут показать славянский я же говорю что сейчас они появились их больше а вот я как приехала сейчас я буквально здесь два месяца поэтому еще так не разнакомилась не разнакомилась у нас какие тусовки есть ходишь нет я на тусовки не хожу мы видим все надо на пляже вот с русскоязычными мужчинами на вот на тусовке но я там один раз только сходила два раза мыс вот с русской компании сходили вот на караоке и все как-то я не очень люблю пьянки гулянки я привыкла спать ложиться в свое время по утрам вставать рано нет не всем вечером в 12 12 ложусь спать всем 8 утра я просыпаюсь поэтому как-то свой ритм ему если я меняю то потом как-то себя чувствую по-другому как-то наташа скажи поздно наш вот это месяц к информации что как здесь египтяну нельзя отсюда выезжать как вообще все это выглядит но многие я слышала египтяне не выездные чтобы они выехали они должны иметь счет банки недвижимость работу предоставить все эти документы эти документы рассматривают и только тогда могут им дать разрешение на выезд и очень многие госслужащие тоже не могут покинуть пределы страны это я слышала вот в основном же тут бедный народ но куда они поедут почему они все ищут иностранок чтобы жениться на них чтобы хоть каким-то образом попасть ну другие страны до посетить другие страны да здесь не так как у нас каждый не может открыть не может каждый как ты спроси вот у любого египтянина есть ли у него загранпаспорт нету они за пределы своей страны никто никуда не выезжал единственное куда они наверное кто-то может поехать это в дубае это близко 50 долларов самолет 50 70 долларов это не каждый может побыть даже в дубаях да и в саудовскую аравию не каждый съездит слетает нам можно но только надо смотреть по странам виза нужна или нет беларусь у нас свои предписание у вас у россиян свои то есть это надо узнавать вот а так что египтяне многие не выездные спасибо пожалуйста ну вот если русская женщина выйдет замуж за египтянина то ребенок автоматически он считается как бы уже больше закреплен за отцом то есть больше прав имеет отец чем мама если мать хочет полететь свою страну в беларусь она должна сделать очень-очень много бумаг разрешение чтобы взять взять разрешение на выезд ребенка из страны не то она не может вывести ребенка из страны не может раму только довольца ребенок здесь останется египтяне ни в коем случае не отдают своих детей если разведутся даже она может остаться без ребенка он сделает так что ребенок останется здесь с ним а ей не отдаст да поэтому многие стараются как бы умные такие женщины мало ли что но никто не застрахован мало ли там развод или еще что лучше родить своей стране оформить ребенка в своей стране в своей там россии в беларуси чтобы у него было гражданство там российская белорусская чтобы ребенок как бы мама имела права на ребенка это получается если она здесь родит она вообще в этом не вывезет там то еще можно да 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 мало ли знаете она поругается со своим мужем мало ли он разведется он не отдаст и ребенка я слышала такие случаи она уедет свою страну без своего ребенка но это как попадется вот муж ее может он будет гуманный человек может он снисходительный но у них просто законы такие вроде был на их стороне закон вот такое слышала мы здесь получается ничего не значим ну них свои законы мы на их территории у них свои законы мы должны соблюдать их законы понял понял понял